Продолжение следует... О чем беседуете, может, вопросы интересные есть? Сажись, молодая. Нормально, не жалуемся. А у вас? Да, будет умный. Рад за вас. Еще вопросы есть? Есть. Задавайте. Что здесь делать? По рулетке хожу. Какие-то глупые вопросы. Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта. Ну давай, давай. Продолжай, я слушаю. Круто, круто. Продолжай. Ты круто. А ты откуда, красавица? Где живешь? Где живешь? Лично я и не из России. Да я обчет России. Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта. Рапопорта. Что не понял? Добрый вечер. Мы с Украины. А с кем-то захохали то? Что с Украиной, если написано Нидерланды? Нидерланды. Потому что я у Нидерландов. Украина за Россий. Нидерланды. Ни-у-у-у... Ну хорошо. А откуда с Украины вы ехали в Нидерланды? В Тернописто области. Так что вы знаете Украину? Тернописто области. Я, наверное, лучше вас знаю географию Украины. Можем простореноваться. Желаете? Можем простореноваться. Называйте меня какой-нибудь районный город, я вам назову область. Потом наоборот. Венеция. Венеция это центр Венецкой области. Староушинка. Что? Староушинка. Это ПГТ. Это не город. Староушинка. Это районный центр. Районный центр. Я вам сказал, чтобы город был. Районный центр может быть и ПГТ. Староушинка, это районный центр. Значит, вы не знаете всех районов. Хорошо. Я всех не знаю, но которые из них имеют статус города, я знаю. Хорошо. Город Синельниково какой области? Это я не могу. Не могу сказать. Я буду проводить в Крыжскую мову. Можно? Можно, можно. Вы разумеете в Крыж? Разумею мову вашу, разумею. В школе изучал. Дуже певучая и хорошая мова. Ладно. Она вообще-то мова певучая, это точно. Она второе место занимает по певучести после итальянского среди европейских языков. А в разговорном языке... Второе после итальянского по классификации европейских. Ну, хорошо, не буду вас предупреждать. Это по певучести. А по благозвучности она весьма неблагозвучна в разговорной речи. А в песнях действительно она красива, я с вами согласен. Ну, ладно, Синельникова, Синельникова, Днепропетровская область на будущее, знаете. Ваш вопрос. Почему вы не напали на Украину? Кто вы-то? Я не нападал. Ну, это все так говорят. А вы понимаете, что я вам хочу говорить, чтобы вам было все платно в другую виллу? Потому что вам репарации придется оплатить все. Вашим внукам и так далее. Ну, курьте дело. А контрибуции придется? Контрибуции и репарации. А чем? Придется оплатить все. А чем отличается репарация от контрибуции, знаете? Ну, вы можете меня попросить. Откуда вы взяли, что я из России? Я не из России. А вы мне говорите, как будто... Это у вас стоит Россия, вы ставите VPN. Хотя вы из Синдерландов. Я... Откуда вы взяли, что я из России? Я не понял. Вы... Вы уже разговариваете российскую мову. Российскую мову вы разговариваете не только в России. Это международный язык. Уже не будет международный язык запустит. Российский язык уже не будет международный. Будет, будет. Это уже все пропало. Никуда он не денет. Не будет русский язык. Ну, хорошо, я вам о другом говорю. У вас странный вывод. Если я... Я могу с вами разговаривать английскую мову, если желаете. Я могу с вами разговаривать английскую мову. Do you agree or disagree? No. No, no. Я понимаю, но, но. Но говори на мове, я вашу мову понимаю. Так откуда ты взял, что я из России? Откуда ты взял, что я из России? Откуда? На том основании, что я с тобой по-русски начал говорить? Это единственный язык, который... Ну, нет, я понимаю вашу мову, но чтобы я говорил, я не говорю на мове из принципа. То есть, чтобы ты понимал, я могу только по-русски тебе объяснить. Откуда ты взял, что я из России? Что мне предъявляешь за репарации? Давайте не так, давайте не так. Мы, мы повинны, зразумите, кого вы потребуете. Кого вы Путина потребуете. Давайте, это не столь язык. У нас, у нас в Украине, российскому не судят вас людей. И мы принимаем вси, вси украинцы. Я в курсе, я в курсе, я бываю в Украине, успокойтесь. Ладно, по кругу пошли. Я вас... Вы можете сидеть с пикоходом, поскольку слышно? Ну, нормально меня слышно, все меня нормально слышат. У меня микрофон-закомпион на штативе, как я мог бы сидеть. Вот так, если только сяду. О, так лучше. Ну, так лучше, да. Сейчас, может, тут... Я из Днепра, а я из Торонто. То есть? Ну, слышали, такой город есть, Торонто? Что то есть? Или вам поясните, где он находится? Торонто, знаю, Канада. Ну да, знаете. Канада. Да, 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 Канада. Так на какие... А при чем вы вышли, а чего вы говорите? Что, чего? Чего вы, что вы вышли из Днепра? Ну, мне показывает программа, что вы из Днепра. Так. Так есть у вас вопросы какие-нибудь? Вы из Днепра на самом деле же, да? Да, я живу в Днепре. Ну, я понял, да. Есть какие-нибудь у вас вопросы или темы, которые озвучены, о которых вы беседуете? Как вы считаете, когда, возможно, закончится русско-украинская война? Когда закончится? Да. Ну, все зависит от поставок Украине денег и вооружения. Если штаты не будут продлять, они закончатся через пять месяцев. Если будут опять продлять, то через два года. Вы считаете, что проблема вся в Украине? Проблема? Ну, а в чем же? Россия сама себя обеспечивает. Деньгами, по крайней мере. А Украина питается внешними субсидиями, дотациями. Ну, субсидиями, скорее всего, потому что им придется отдавать. Да. Если ручеек субсидий всякнет, то и Украине нечем будет платить ВСУшникам. Армия развалится. Бесплатно будет воевать. Или другой вариант включить по максимуму печатный станок, чтобы платить. Тогда тоже зарплата обесценится. То есть, если... То есть, вы имеете в виду, что если Россия... Вы имеете в виду, тогда и Украины не будет, да? Почему? Будет Украина только в меньших границах, чем она была в девяносто первом году. Или там в двадцатом году. А кто это решит, что должна быть меньше? В итоге мы же рассматриваем вариант, если не будет, если Украина проиграет. А если Украина выиграет, то будут иные границы. Разные же варианты есть. Если, предположите, желаемые для вас ждать, что Украина будет хорошо башлять деньгами Запад, тогда Украина и проиграет. А если средний будет башлять, то война за границей. Но вы же понимаете, если Украина проиграет эту войну, то дегонатия, что Польша не будет следующей, или Германия. Ну Германия точно не будет, а Польша тоже не будет. Польша, наоборот, заберет себе то, что она утеряла в тридцать девятом году. Что-то, что Сталин забрал у Польши. А что там, что у Польши есть какие-то претензии к Украине? Ну, посмотрите, польские паблики. Конечно, они уже напрямую считают, что Львов – это Польша. Рекламу на трамваях посмотрите. Да вы что? Если это не заваляют высшие лица пока, то это им запрещают об этом. А у меня вопрос, откуда вы приехали в Канаду? Из Харькова. Из Харькова. И ты украинец, и ты на кое природчик в Украине? Я по национальности, слава богу, не украинец. А кто? Русский. Русский? А что, есть такая национальность? Есть. Откройте перепись населения Украины. Знаете, когда была перепись населения Украины последняя? А кто у вас папа и мама? Вот по папе и маме я русский. Я же вам объясняю, на 7-8-х. Вы знаете, когда была последняя перепись населения Украины? Ну, была такая... В 2001 году, если не знаете. Вот откройте, там, первый украинцы, 7-7,8%, второй русский, 17-8% и так далее. Уже остальные поменьше. А вы верите, нет. Даже в вашей переписке на русском языке есть. У нас в Украине, у нас в Украине много ВСУ русских. И из-сюда у вас идет русскую армию. Я в курсе, что призывают вне зависимости от этнической принадлежности. Я это абсолютно в курсе. Что призыв идет вне зависимости от этнической принадлежности. Это я понятно. Еще какие-нибудь вопросы, может, у вас есть? Поэтому. Ну, что поэтому? Поэтому, если ты харьковщанин, ну, иди к русскому кораблю. Это все же мог сказать. Хорошо. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает. 17 гривен килограмм оказалось. Ну, и что из этого. Ну, как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм, это не очень дорого. И вообще, во всем мире яйца в мире меряются. В килограммах они штука. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас в килограммах измеряет. Вы что издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно. Разные, разные. И цена разная. У белкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. А если взять их в килограмме, если взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черная жопа. Мне не нравится черная жопа. Ты черная. Не нравится черная жопа. А в 22-м году Львовская область где была? В Австрове, Ангрия. Опа, так это не дунающих в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За родную Россию, как руси их рассеют, Тяжела будет Иисусове. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ